Приветствую! В сети есть много видео, где блогеры рассказывают о том, что от мобилизации можно отказаться по убеждениям. И они ссылаются на международные акты, которые вроде бы как закрепляют это право. Но, друзья, нужно понимать следующее, что всегда в правовых проблемах есть два аспекта. Первая – это теоретическая сторона, где все всегда хорошо, красиво и прекрасно. И вторая сторона – практическая. И вот на сегодняшний день мы уже имеем первый приговор в отношении человека, который пытался отказаться от мобилизации по убеждениям. Сейчас мы этот приговор с вами разберем, посмотрим, что человек делал, почему это не удалось, а также посмотрим, что по этому поводу думает ЕСПЛ. Рассмотрим мы приговор от 4 апреля 2023 года, который вынесен Тячевским районным судом Закарпатской области. Вот здесь сначала мы разберемся с тем, какая ситуация была. Итак, «Згідно довідки ВКК, номер дата, визнаний придатним до військовой службы та підлягає призову на військову службу під час мобилизації». Далі, отримав він підособистий підпис повістку про обов'язок прибути о 10-й годині 17 серпня. Далі, «Обвинувачений написав на имя начальника заяву про відмову від призову за мобилизацією, оскільки його погляди суперечать брати зброю в руки, убивати і ненавидіти людей». Вот мы видим, то есть человек написав заявление о том, что он по своим убеждениям не може проходить воинскую службу. Дальше в суде он пояснил, що він не має намеру служити у зброїних сілах, оскільки не може вбивати людей. Что еще здесь интересного? Дальше суд все выяснял, наскільки там человек здоров-нездоров. Здоров, здоров, все, там никаких вопросов нет. На что обратил внимание суд? Суд вот здесь указал, что про свою приналежность до будь-якої релігийної организації, яка сповідує заперечення службы в армії, особа 4, тобто наш обвинувачений, суду не повідомив. А дальше, обратите внимание, його пояснення в частині відмови від призову через його погляди, які не дозволяють убивати і ненавидіти людей, суд не приймає до уваги, оскільки статтею 115 Кримінального кодекса України дано конкретное і однозначное визначення, що вбивство – це умисне протиправне западіяння смерті іншої людини. Далі, давайте цікаво почитаємо тут, Суд вважає, що знищення ворога, який зі зброєю в руках вдерся на територію України, вбиває дорослих, старих та дітей, чинить інші воєнни, золочини, якраз і є виконанням конституційного обов'язку по захисту вітчизни і в жодному разі не може прирівнюватися до вбивства. Тому таке пояснення обвинуваченого суд сприймає як виправдання свого небожання виконувати свої обов'язки з метою уникнити покарання за вчинені злочин. Ще раз, суд пішить, що уничтоження ворога, який вторгся на територію України, не є вбивством. І тут можна з судом согласиться. В першу чергу, треба согласиться. Тому що з юридичної точки зрення, з точки зрення Уголовного кодекса України, це не вбивство. Спору нет. Це не вбивство. Але це не вбивство. Тільки з точки зрення 115 статті Уголовного кодекса України. З точки зрення морали, це є вбивство. Даже несмотря на то, що ці люди вторглись на Україну, вони роблять то, що тут написано. Убивають взрослых, стариків, дітей. Але потрібно розуміти, що тут річ йде о моральні стороні вопроса. А с моральной сторони це такі ж люди, їх чоловік по своїм внутреннім убежденням не готов вбивати. І, відповідно, треба було б розуміти це з цієї точки зрення, з моральної точки зрення, а не з юридичної. Суд ж пошел тільки з юридичної точки зрення розуміти. І, відповідно, що ці його пояснення ми не приймаємо во внимание, поскольку він просто хоче відбіжджати служби в армії. Достаточно опрометChове заявляння суду, поскольку нет никакій інформації о том, що суд взагалів і поліція з'явили. А є тіounce у ці громіка ці убеждення? Тобто немає ціתי уlinedкиol ціна Detayіс. Боле того, якщо ми дивимося те приговор, на що зас consultedь л rigt 머�ні нормативно-правоб то вы увидите, что здесь нет ссылок на международные акты. Здесь не учитывается практика Европейского суда по правам человека в подобных вопросах. Ну и далее, если мы посмотрим, да, что решил суд. При этом, как мы видим, вот здесь ничего не сказано про то, что это приговор условный. То есть это реальный приговор. Человек реально получил три года, потому что суд посчитал такие действия попыткой уклониться от мобилизации. Безусловно, можно сказать сразу здесь одно, что решение суда не полное. Здесь никто не рассматривал вопрос, а есть ли у человека вообще эти убеждения. А что говорят международные акты? Что говорит практика ЕСПЛ? И вот давайте сейчас мы посмотрим практику ЕСПЛ по этому вопросу. Вот здесь я вам дам ссылочку на такое дело, называется Дягилев проте России. Здесь, конечно, не все дело. Здесь только перевод, пресс-релизу, який выданный секретарем суду ЕСПЛ в 20-му роте. Какая там ситуация была? Там человека призывали на срочную службу, и он отказался. И его привлекали к ответственности, он обжаловал это в ЕСПЛ. И вот какое видение у европейского суда по правам человека этой ситуации, когда призывают человека на воинскую службу, и может ли он отказаться от призыва такого. И вот здесь мы смотрим позицию суда, что суд сказал. Суд повторил, что опир військовой службе, мотивованный серьезным и непереборным конфликтам с совестью людини або глубоко и дейсно релігийными або іншими переконаниями привертав гарантії статті 9 Конвенції. Проте державам було дозволено встановлювати процедури для оцінювання серйозності переконань особи з метою запобігання зловживання можливістю звільнення від військової служби. Такі процедури повинні бути ефективними та доступними. Вот що суд говорить, це ЕСПЛ говорить, що десь бути процедури, по которым какой-то компетентний орган, в данном случае поліція і суд, десь були встановити, а євляється ли ці переконання у чоловіка дійсні юські, є вони у нього. Як ми бачимо, із рішення суда взагалі ніхто ці ціоні ці не встановлював. При ціхом, на що ще треба поступати увагу? Піскільки суд говорить о том, що треба проверяти переконання, То есть, это значит, что нельзя просто прийти и сказать, я, мол, маю переконания. Ты должен доказать эти переконания. И вот здесь еще в подтверждение своих слов, смотрите, какой вывод есть. Отже, суд вызнав, мается на увазе ЕСПЛ, что заявник не обгрунтувал серьезный и непереборный конфликт между обязанностью служить в армии и его переконания. Еще раз акцентирую внимание на этот пункт. Суд вызнав, что заявник не обгрунтувал серьезный и непереборный конфликт между обязанностью служить в армии и его переконания. Что это значит для нас? А для нас это значит следующее. Если человек обращается к ТЦК ИСП и говорит, что я не могу проходить службу в армии в связи со своими внутренними убеждениями, человек должен доказать это. Если мы почитаем решение ЕСПЛ, то там суд говорит, что убеждение это не то, что появляется вот так вот в моменте. Убеждение это то, что формируется там на протяжении лет и у человека должны быть какое-то подтверждение тому, что у него эти убеждения сформированы давно, что они устойчивые и они вообще у него есть. И это подход ЕСПЛ. Обратите внимание, что это уже не практика судов в Украине. Это практика ЕСПЛ. К сожалению, как бы нам это не нравилось, здесь суд говорит, что ты должен доказать, что у тебя есть убеждение. И вот в том приговоре, о котором мы с вами говорили, суд вообще не разбирался в этом вопросе. Вот это что ужасно, что суд вообще этот вопрос не поднимал, не рассматривал, а есть ли у человека убеждение. Как можно доказывать убеждение? По-разному, но конечно проще всего здесь доказать свое убеждение тем людям, которые являются общественными активистами, либо в принципе активистами. Те люди, которые делали какие-то публикации от своего имени в связи со своими убеждениями. Те люди, которые причастны к движению пацифистов, они могут быть активными участниками каких-то организаций, форумов, встреч. И вот все это может стать для вас той зацепкой, по которой вы сможете доказать свою позицию, доказать наличие убеждений. Если вы участник такой организации, возможно, вы принимали участие в их каких-то мероприятиях. Есть фотографии, вы выступали на этих мероприятиях, есть соответствующие там программы конференции, видеозаписи, есть ваши публикации на эту тему. Возможно, даже это просто публикации в сети. Вот это все по крупинкам нужно собирать для того, чтобы доказать, что у вас есть убеждение. К сожалению, конечно, сейчас кто-то мне уже пишет в комментариях, я это чувствую, что мол, да что ты такое говоришь, да у нас же презумпция невиновности. Да, вы правы, у нас презумпция невиновности. Но когда человек отказывается от воинской службы, с точки зрения суда, ну вот все, ты уже совершил преступление, вот ты совершил. Плюс человек сам приходит в суд и говорит, ну да, я отказываюсь, да, я подтверждаю, что я отказываюсь. И суд говорит, все, стоп, преступление совершено. А теперь ты попробуй нам вообще доказать, что у тебя были основания для отказа от воинской службы. К сожалению, это не просто позиция моя, позиция украинских судов, это позиция ЕСПЛ. Вот я ссылочку на это решение оставлю в описании к видео. Вы можете сами зайти, почитать, ознакомиться с этим и понять, что любое ваше заявление в любом суде, касательно мобилизации в Украине, военного положения, вообще по другим вопросам, по любым вопросам, если вы в суде что-то заявляете, вы должны это доказать. Вот так работает практика, вот так это происходит в реальности. У блогеров, которые говорят, ты напиши заяву, откажись, скажи, что у тебя там убеждение, что тебя, мол, мама учила в детстве, что убивать нехорошо, и, мол, этого достаточно будет для того, чтобы избежать уголовной ответственности и избежать призыва. Друзья, нет, система работает не так, система работает по-другому, она требует от тебя доказательств. И вот как результат, как подтверждение моих слов, мы уже видим, это, кстати, первый приговор, где человека привлекли к ответственности именно по убеждениям. У нас был приговор, где человека привлекали к уголовной ответственности за отказ проходить воинскую службу в связи с его религиозными взглядами. Это одна история. А это первый приговор, где человек не по религиозным мотивам хотел отказаться от воинской службы, а по мотивам убеждений. Вот такая история. Друзья, если что-то пропустил, задавайте в комментариях вопросы, постараюсь ответить. В связи с тем, что YouTube не пропускает некоторые видео, не показывает их вам, я теперь буду часть видео выкладывать в Telegram-канале. Ну, те видео, где вот такие неоднозначные, где ТЦК и ИСП занимаются тем, чем они не должны заниматься. Обзоры на эти видео с правовой оценкой их деятельности я буду теперь выкладывать только в YouTube-канале. Ой, не в YouTube, а в Telegram-канале. Поэтому подписывайтесь на него. Ссылочка есть в описании к этому ролику. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.